Никого не призываю, осуждаю, мое личное мнение, имхо и все такое. Ну, вы поняли. Всем привет, с вами Артем. И сегодня я расскажу вам, как старому пользователю на Алиэкспресс завести новый аккаунт и воспользоваться всеми плюшками и фишками, которые есть у новых пользователей на Алиэкспрессе. Ну, а перед этим я попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, такой контент. И обязательно подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, там много всего интересного, особенно если вы любите распродажи, любите скидки, акции, купоны, обязательно гляньте туда, потому что там я публикую свежую и нужную информацию, которая пригодится вам при распродажах на Алиэкспресс. И не только. Ссылочка есть в описании, обязательно подписывайтесь. Давайте начнем с теории. Вообще, зачем люди регистрируют новые аккаунты? Все просто, все банально, чтобы купить товар дешевле, потому что для новых пользователей некоторые категории товаров, они стоят, ну, просто дешевле, там, не 200 рублей, а 1 цент. Сразу, когда вы зайдете на Алиэкспресс под новым пользователем, они вам предложат сразу купить что-то за 1 цент. Но не стоит обольщаться, потому что есть, как бы, предложение покруче. Они вам дадут купон на 3 бакса, от скольки, по-моему, от 4, но есть и промокод, можно сказать, уникальный промокод, который действует до 31 декабря. Но я уверен, что в следующий месяц он тоже будет действовать, но он будет уже другой, поэтому гляньте в описании, он есть, это 4 доллара от 5, соответственно, за товар, который стоит 5 баксов, вы будете платить только один. Поэтому тоже, в принципе, прикольные акции. Почему бы не зарегистрировать новый аккаунт и купить вещь, там, не за 350 рублей, а за 60? Вот поэтому все, все просто. Люди просто хотят сэкономить. И, как бы, ну, обидненько, вот ты тратишь на Алиэкспрессе, тратишь, тратишь, а тебе какие-то фиговые купоны дают, а новым пользователям, который еще не принес ничего Алиэкспрессу, то сразу там какие-то промокоды, купоны, блин, вот немножко обидно. Но тут возникает проблема. Понятно, что Алиэкспресс, то есть Алибаба Групп, это не какая-то там мелкая организация, которая ничего не знает, они, как бы, прошарены давно на рынке, у них крутые технологии, поэтому, понятное дело, что они все это отслеживают. То есть просто так выйти из своего аккаунта и зарегистрировать новый получится, получится. Но, к сожалению, воспользоваться фишками как нового покупателя нет, из-за того, что они все отслеживают, все айпишники, всю информацию, и нужно прибегать к лайфхакам. А каким именно, сейчас расскажу. Как по мне, есть три вещи, на которые стоит обратить внимание. Первое, это айпи-адрес и то, с чего вы заходите. То есть, соответственно, если у вас есть аккаунт, то новый с этого уже устройства нельзя заводить. То есть, то бишь, компьютер, там, не знаю, телефон, планшет, смартфон, калькулятор, с чего вы, в общем, сидите на Алиэкспрессе. Второй аккаунт там явно не нужно регать вообще. И айпи-адрес, это тоже важная вещь, поэтому с телефоном можно, но легче, мне кажется, с компьютера, скачать браузер Tor. Я, ну, вот как бы, все ссылочки нужные оставлю в описании, вдруг кому не надо, но как скачать браузер, я думаю, ну, блин, каждый разберется, в Ядексе войдите, и все, бесплатно скачиваете. Вот, это самая первая вещь. Вторая вещь, это оплата. Понятное дело, что если вы на разных аккаунтах будете пользоваться одной и той же картой, система поймет, что что-то тут не чисто. То есть, несколько аккаунтов знают номер там, CVC-коды, все карты, и это явно что-то тут не так. Поэтому она может без проблем закрыть заказ. Но раньше, конечно, был PayPal, сейчас можно это решить дело двумя способами. Либо Kiwi-кошелек, либо Яндекс.Деньги. Kiwi-кошелек, если вы ни разу не пользовались, у вас есть номер телефона, который никогда вообще не пользовался, например, в Kiwi-кошельке и в оплате на Алиэкспрессе, и, соответственно, можно завести через свой номер телефона. Можно купить номер телефона, то есть номер Kiwi-кошелька, но это немножко дороже, чем второй способ. Это Яндекс.Деньги. Вы просто регистрируетесь на Яндексе, это поможет вам и зарегистрироваться на Алиэкспрессе в будущем, и для оплаты. И потом просто покупаете на определенном сайте, вот где я покупал, я оставлю ссылку в описании на сайт, на любом можно покупать номер для Яндекса. То есть вы тупо покупаете номер, чтобы активировать свой Яндекс.Кошелек. Два рубля стоит, как бы, и нет проблем. И, собственно, потом пополните счет Яндекса и оплатите покупку через Яндекс.Кошелек. И третий момент, это адрес доставки. Если вы укажете такой же адрес доставки, понятно, что система поймет, что, черт возьми, вы опять себе заказываете товар только с другого аккаунта. Поэтому есть тоже два пути решения. Первый, это такой самый оптимальный, самый наилучший, это заказать на своего родственника, с кем вы, например, проживаете. Либо на своего друга, с которым вы знаете, и который может, например, забрать заказ. Ну, соответственно, там мама, папа, брат, сын, дочь. И, в общем, вот все в этом роде. Этот вариант лучший, он точно не прочитается системой. Второй вариант, ну, клипкий, так скажем. Это просто неправильно немножко называть, например, имена улицы. В свое бы имени немножко как-то путать буквами-местами, буквами-местами, чтобы тоже система не особо поняла, как это все делается. И, собственно говоря, вот. После этого, если вы вот все сделали правильно, там все у вас протоколы IP-адресов, все нормально совпало, все вы там ввели нужный адрес, оплатили с нового устройства, у вас все должно пройти. Вопрос, а стоит ли оно того? В одном случае стоит. Если вам нечего делать, грубо говоря, и вы хотите купить товар за 60 рублей вместо 300, да, почему бы нет? Как бы попытка не пытка. Мое мнение такое, что можно попробовать, почему нет? Тем более, такие прикольные какие-то есть промокоды, акции. Почему нет? Но это, повторюсь, я не знаю, говорил я или нет, это я не призываю никого это делать, не призываю, я просто рассказываю, как это можно провернуть, если вдруг вы старый пользователь. Никого не призываю, осуждаю, мое личное мнение, имхо и все такое. Ну, вы поняли. Вот такое видео у меня получилось, надеюсь, вы меня поддержите, поставите лайк, подпишитесь на канал, прикольный промокод есть. В описании к этому видео, также там есть группа ВКонтакте, где я этот промокод уже выкладывал, кто-то ими воспользовался, поэтому, почему бы вам не воспользоваться, если у вас есть лишние, ну, я не знаю, сколько вам займет, 20 минут времени и 2 рубля, например, на номер телефона, в общем, сами пробуйте. Я просто рассказываю, я просто вот так вот, это мое мнение, это YouTube, это все говорят, о чем хотят, я говорю об этом. Вот. Надеюсь, меня не забанят. В общем, ребят, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, до скорого, как-нибудь и видеться, и пишите в комментариях, что вы вообще думаете, что, вот какие у вас мысли возникают при, ну, какие, какие мысли у вас возникают, вот что вы думаете, расскажите, пожалуйста. Подписывайтесь на группу, подписывайтесь на канал, с вами был Артем, тут много интересного, в общем, пока, до встречи, до скорого, как-нибудь, увидимся, пау-пау-пау. Субтитры сделал DimaTorzok